Стартовал велопробег с Театральной площади. Более 30 спортсменов юго-осетинской команды «Крутипедали» среди участников спортивного мероприятия и президента Анатолия Бибилов. Все готовы преодолеть маршрут, поэтому настроение приподнятое. Я думаю, что многие уже сели на велосипед после прошлых велопробегов. И многие, я думаю, что перешли к такому активному образу в жизни. Что не может не радовать, конечно, особенно молодёжь. Из столицы до города Квайсы участники велопробега добрались за семь часов без каких-либо происшествий. Им пришлось нелегко, но сложный. 60-километровый маршрут Цхинвал-Квайса был успешно преодолён. Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Южной Осетии Лири Тедеев, также один из активных пропагандистов велосипедного спорта в нашей республике, отметил, что цель подобных мероприятий – популяризация спорта и здорового образа жизни. Анатолий Бибилов также подчеркнул, что необходимо, чаще проводить такие интересные спортивные мероприятия, чтобы приобщать как можно больше молодёжи. Расчётное время мы точно выполнили, приехали. Ну и это, ещё раз подчеркну, касается пропаганды здорового образа жизни. В первую очередь, я думаю, что вот эти примеры, они как раз способствуют тому, чтобы люди больше занимались спортом, больше занимались активными видами отдыха и просто были здоровы. Мы не замечали нескончаемых подъёмов и спусково, только наслаждались природой и живописными панорамами нашей родины, отмечали участники велопробега, самому младшему из которых всего 11 лет. Я жду два цвета, в году 11 Св recommended в Карафе, но он пошёл в Карафе. Я думаю, что он был в Карафе. Яened на Карафе. Северной Осетии и подняться на вершину с портретами героев Советского Союза из Осетии. Однако покорить вершину им не удалось из-за плохих погодных условий. Группа альпинистов добралась лишь до перевала, где на высоте 3200 метров были установлены макеты с изображениями героев Осетии, сражавшихся в Великой Отечественной войне, и водружено Знамя Победы. Алена Утеба, Тамерлан Кустраев, Вадима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня.